здравствуйте меня зовут светлана налетова я рада что вы на канале сад без секретов розы мы обычно считаем из нежными красавицами особенно в северных регионах розам требуется укрытие на зиму тщательная подготовка к зиме но вы знаете что существует и видовые и даже сортовые красавицы розы которые даже у нас на урале зимуют без укрытия и в сегодняшнем видео как раз речь пойдет об этих красотках о тех розах которые даже на урале не нуждаются в укрытии на зиму несмотря на то что эти розы очень неприхотливы они все-таки достаточно красивые растения но прежде чем вы начнете любоваться этой красотой я попрошу вас подписаться на канал нажать на колокольчик чтобы получать оповещение о выходе новых видео на канале и поставить лайк есть такая большая группа роз которая но в принципе названа так достаточно обывательски да или по месту посадки это парковые розы как правило к ним в эту группу причисляются различные гибриды и видовые розы ругозы хотя видовые розы выделены в отдельную группу это может быть сроза персидская желтая это может быть сорта розы морщинистые продается наиболее часто сорт альба махровые сорта тоже с белым махровым цветком простые розовые махровые розовые это может быть роза бедренцевая лесная и у некоторых оригинаторов у кордосу тентау есть гибриды розы и с другими группами роз которые но послужили началом такой большой группы парковых роз они у нас очень часто выращиваются и последнее наверное это всем известные канадские розы которые сейчас на пике популярности большая часть сортов имеют третью зона зимостойкости зимуют без укрытия фактически и у каждого сорта есть свои нюансы то есть есть сорта которые осыпаются очень рано это тереза багнет сорт но из-за того что цветов очень много бутонов очень много букетное расположение бутонов цветение одного цветка не фиксируется фиксируется вот в общей массе волновое цветение ну и другие группы джон дэвис например если брать у канадской у канадских роз опять-таки цветение одного цветка два-три дня то есть не такое большое вот а в массе своей цветение с годами увеличивается до одного месяца то есть но вот есть такие нюансы и большая часть канадских роз также не укрывные но у канадских роз есть укрывные группы и есть не укрывные то есть на это нужно обращать внимание можно рекомендовать вот эту группу роз для наверное людей которые заняты постоянно на работе да потому что эти розы не требуют укрытия они не требуют постоянной кропотливой обрезки как другие группы роз они не повреждаются мучнистой росой бурыми пятнистостями и другого плана заболеваниями грибковыми поэтому в принципе могут быть рекомендованы для широкого плана участков то есть и для сухих и для влажных и для стандартных никакого сложного ухода нет то есть если канадские розы например рекомендуют подкармливать да в силу того что бутонов много то вот первая группа о которых я рассказывал им требуется полив и подкормки после цветения для того чтобы они закладывали цветочные почки и побеги и питание закладывали на следующий год наверное и в ваших садах найдутся красавицы розы которые отличаются неприхотливым характером напишите их название в комментариях под видео от себя лично мне хочется обратить внимание садоводов еще на одну видовую красавицу это роза сизая да быть может ее цветы не вызовут восхищение они довольно простенькие но цветет эта видовая красавица просто невероятно обильно и обладает еще одним достоинством у нее очень красивая листва синеватого оттенка и даже после цветения куст сизой розы будет украшать ваш сад но все-таки стоит предупредить владельцев небольших участков что видовые розы роза персидская морщинистая сизая и другие это достаточно крупные высокие и раскидистые кусты владельцам небольших там четыре шесть соток нужно знать что эта группа роз надо наверно так говорить достаточно высокорослая то есть первые роза которых я рассказал они имеют высоту до двух метров и в ширину но метр шестьдесят метр восемьдесят они тоже будут занимать при обрезке в принципе все можно сократить то есть до тех размеров которые нужны розы канадской группы в зависимости от сорта там высота тоже от полутора до двух метров то есть эти все аспекты для посадки нужно ну представляете многие розы которые относятся к этой группе большой они однократно цветущие то есть очень мало роз которые продлевают свое цветение то есть первая волна как правило идет в июне а потом отдельные такие отдельное цветение появляется на протяжении всего сезона но это сортовые особенности в большей степени особенности климата сезона а по поводу подкормок я думаю что любые шиповники и любые вот эти сортовые розы они отзывчивы на подкормки поэтому здесь нужно будет любые группы удобрений использовать можно минеральные гранулированные можно на органического плана удобрения но в соответствии с возможностями скажем так садовода они потом просто дадут более сильную волну цветения более крупный цветок и так далее еще одно небольшое но важное уточнение молодые посадки розы ханселенд и роз канадской селекции в первую зимовку рекомендуется укрыть суховоздушным укрытием в дальнейшем когда растения окрепнут им такое укрытие не понадобится и все-таки в регионах суровыми зимами постарайтесь осенью пригнуть побеги розы так чтобы она максимально оказалась под снегом если в вашем саду тоже растут неприхотливые розы которые также не требуют укрытия на зиму напишите их название в комментариях под видео ну а я вам напомню что поддержать наш канал достаточно просто нужно подписаться нажать на колокольчик и поставить лайк удачи